Всем привет! Это распаковка Чек. И мы с вами находимся в педагогическом технопарке Кванториум имени Ломоносова и в межфакультетском технопарке универсальных педагогических компетенций. С вами снова я, выпускник четвертого курса Иван, и со мной рядом лаборант Александр. Александр, мое чутье говорит мне то, что сегодня мы будем обозревать и пробовать в себе нечто очень интересное. Я правильно думаю? Ну, Иван, тебя чутье не подводит. Сегодня действительно у нас на распаковке, на обзоре кое-что интересное, а именно это VR-технологии. VR-технологии. Что такое VR? Виртуальная реальность. Да, виртуальная реальность. Вот такая вот коробочка у нас сегодня на обзоре. Вайфпорт, как вы можете заметить. Элит, это означает то, что мы все-таки из приличного общества. Внутри находится шлем, два контроллера и два датчика. Что-то очень дорогое. Ну, недешевое. Мининский университет может себе такое позволить. Мы же на передовых позициях. Вот такие вот очки внутри. Ну, посмотри. Ну, это и шлемы, и очки похожи. Ну, да. Прибор ночного видения. ПНВ. Да. Да. Сейчас будем играть в притенцел. А это что? Датчики. У них можно смотреться как зеркало. Да, у них можно смотреться как зеркало. Но я не рекомендую. Вот здесь вот находятся контроллеры. Контроллеры для чего нужны? Для того, чтобы у тебя были руки. А. Вот так вот он выглядит. Вот. То есть, его надеваешь, и он у тебя как рука твоя внутри виртуальной реальности. Ну, и также в комплекте находятся провода различные. Например, для самого шлема. Он уже сразу встроен с разъемом необходимым. Еще один датчик. Вообще, предназначены они для того, чтобы в комнате распределить их. И они покрывали определенную область для связи с шлемом. С границы этой области выходить не нужно, потому что коннект данных датчиков и шлема может разорваться. Ну, и также контроллеров. А, ну это крепление для самих датчиков. Приятный пакет, который можно пощелкать. Да, можно его пощелкать. Упаковочка, да. Скажи мне, что можно делать, погружать вот в виртуальную реальность? Ну, если не брать в расчет то, что на нем можно играть, на самой виртуальной реальности. Кроме вот игр. В учебном процессе это может использоваться, ну, различно. Например, у нас используется приложение в универе, с помощью которого можно кодить и воспроизводить это в самой виртуальной реальности для взаимодействия с объектами. Также есть такие программы, в которых можно изучать безопасность жизнедеятельности, как себя необходимо вести в определенных критических ситуациях. И есть программы, которые помогают, например, логистам освоить свою профессию. Например, правильно распределить место на полках, чтобы оптимизировать рабочий процесс. Ну, я хотел спросить, не про учебу для начала, я хотел спросить, можно ли использовать ли таких фишек, например, виртуальная экскурсия? Да, можно использовать. И что-то наподобие? Можно. Для виртуальной экскурсии, если вы сможете разработать такое приложение, в котором будут собраны определенные картины, экспонаты и так далее, То есть там полностью воспроизводство симуляции музея какой-нибудь? Да, можно. Александр, еще я слышал, что VR можно использовать в целях искусства. Да, есть такой моментик. Наши дизайнеры с факультета дизайна, как несложно догадаться, используют VR для рисования внутри виртуальной реальности. То есть они красят там с помощью данных контроллеров. Так что да, можно сказать, что это искусство. Ну, плюс еще те же самые музеи, если разработать все-таки, тоже можно отнести к виртуальной. Сделки с друзьями, виртуальные концерты, как были у тренировки Скотта года два или три назад. Ну, Александр, давай-ка подробнее сейчас расскажешь мне и зрителю, в основном мне, что тут для чего служит и как это используется, как надевается. Ну, давай начнем с основного, это шлем. Вот здесь вот у нас находятся две линзы. Это, можно сказать, монитор, экран, в который ты смотришь. По бокам находится камера и спереди находится камера. Здесь наушники для вывода звука. И есть даже регулировка по голове. То есть можно подкрутить по этой части и по высоте головы. А микрофон есть? Насчет микрофона не могу сказать точно, но предполагаю то, что да, есть. Вот. В принципе, про данный шлем все. Ну, это, так сказать, основная часть. Это у нас контроллеры. Лучше всего их использовать, то есть надеть, потому что активно, если ими будешь махать, они у тебя могут выпасть и сломаться. И разобьются в окно. Да. Или сами разобьются, что еще более печально. Основные кнопки здесь это вот под указательным пальцем и под большим пальцем джойстик. Вот такой вот. Он сенсорный, но также нажимать можно. Вот. Дополнительные кнопки взаимодействия – это меню, включение. Вот, когда я нажал, он включился. И под средним пальцем кнопка «Захват». Ну, в основном джойстики взаимодействуют с движением. То есть, если нажимаешь, ты ходишь, либо же телепортируешься. Если двигаешь ими, то поворачиваешься. Курки в стрелялках или в шутерах – это, ну, огонь открывать. Либо взаимодействие указательным пальцем. Я могу уже надеть его, да? Да, можешь его надеть. Сейчас в мою мозг будут вливаться чистейшие потоки новой реальности. Надо настроить. Ну, давай, настроим. Надо сделать тебе большую голову. Мозгов много. Или просто череп толстый? Ну, это максимум. Подожди. Оп. И все. Опускай. Так. Что видишь? Пятый-пятый. Я на связи. Вижу цель. Объект захвачен. Немножко я вижу свет и все, что происходит внизу. Это так и должно быть? Или они должны вплотную сидеть? Да. Ну, так, в принципе, должно быть немного. Ты все равно будешь видеть. Но так-то можно настроить чуть-чуть. В жмурки с этим не поиграешь? В жмурки? Ну, можно так. Ноги будешь видеть. Ну, ты стук как-нибудь так. Сейчас это был какой-то рот пыток, потому что мне сиски вели голову. Но я не раскололся. Давай попробуем это уже в действии? Давай. Подключим его, наконец-то. В красном углу ринга. Неоновые квадратики. В синем углу ринга. Начинающий самурай. Ну, в общем, как вы поняли, виртуальная реальность сейчас – это одна из передовых технологий. Мультимедиа помогает не только в освоении дисциплин, связанных с дизайном, но еще, как я уже говорил, с логистом она помогает и так далее. Ну, и еще это отличный способ поиграть. Ну, например, вот сейчас Иван играл в битсейтер. Вообще, какие у тебя ощущения от этого? Я думаю, это огромные возможности. В новой реальности. Там можно проводить в условиях дистанционного обучения, в условиях карантина можно проводить там пары, например. И мне там очень понравилось. Там пейзажи. Я сижу, например, в каком-то помещении научном. А, например, в VR я нахожусь в горах. Ну, похоже на матрицу? Всем советую. Ну, если реальности недостаточно, реалистичности. А так, ну, вполне похоже, да. Все. Отлично. Ну, что, ребята, до следующих встреч. Надеемся вас увидеть в следующих выпусках. Всем большое спасибо, что посмотрели. Распаковка, удачи. И до свидания.